Целую сеть псевдолечебницы раскрыли в Харькове. В антисанитарных условиях содержали 230 человек. Их якобы избавляли от алгоголизма и наркомании, давали неизвестные препараты, заставляли молиться, а непокорных наказывали, говорят в полиции. Светлана Шекера решила все это проверить. Лысая гора, окраина Харькова. Возле леса большой частный дом с массой входов и пристроек. Именно здесь правоохранители проводили обыски. Нашли более 200 человек, которых якобы лечили от алкогольной и наркозависимости. Дехто из них заявляет о том, что они там получили противоволи, их там получили насильно, даже использовали физическое насильство. Лековали лишь молитвой, какими-то религиозными ритуалами. Вартость такого лекования costовала от 3 до 8 тысяч гривен на месяц, в зависимости от платежной спроможности родичей. По адресу, где накануне проходили обыски, сегодня закрытые двери. Этот парень рассказывает, в здании действительно размещаются более пяти реабилитационных центров. Оформлены как благотворительная организация. Сергей и сам бывший наркозависимый. Говорит, его вылечили. Мужчина соглашается показать одно из помещений. Денис в центре уже 4 месяца. Его, 25-летнего наркомана, подобрали на улице. Я выхожу на улицу так же самое. Меня здесь никто не держит. Чем вы лечитесь? Ну как, читаю Библию. Не только я, мы с ребятами читаем Библию. Разбор слова. Молюсь, конечно. О таком же лечении рассказывают и другие пациенты. Из-за решочных окон смотрят десятки глаз. Вот это место сами наркозависимые называют подвал. Здесь держат новичков. Сегодня на дверях навесной замок, но изнутри доносятся громкие песнопения. Деятельность центров сейчас изучает прокуратура. Досудебное следствие проводится по двум статьям. Незаконное лишение свободы, побои и истязания. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков.